Первые дни президентства Дональда Трампа предвещали, что он будет нестандартным игроком во внешней политике. Начал он с протекционистских шагов во внешней торговле, отменив Транс-Тихоокеанское партнерство. Эффектный ход, который, впрочем, сделать Трампу было легко. Конгресс еще не успел одобрить это международное соглашение. Мы будем заключать договоры с каждым по отдельности. Если кто-то будет себя неправильно вести, мы будем просто высылать письмо за 30 дней до расторжения договора. Соглашение, из которого невозможно выйти, это катастрофа. В первые же дни он через Твиттер поссорился с президентом Мексики из-за строительства стены на границе. Вскоре после этого он по телефону повздорил с канадским лидером из-за импорта леса и молочных изделий в США. Телефонный разговор с Тайванем на тему независимости от Китая вызвал возмущение Поднебесной. Зато на позитиве прошло его первое турне по странам Ближнего Востока, где были заключены крупные сделки по продаже оружия. Как и во внутренней политике, под горячую руку Трампа попали и международные достижения предыдущих администраций. Выход из Парижского соглашения о климате был осуществлен, несмотря на критику со всех сторон. Еще одна цель Дональда Трампа — иранская ядерная сделка. Президент поручил Конгрессу пересмотреть его некоторые положения. Страны-посредники договора заявили об угрозе развала исторических договоренностей. Иранское соглашение было большим достижением президента Обама, но президент Трамп отказывается его поддерживать, несмотря на уверения экспертов, аналитиков и представителей академического сообщества с двух сторон — демократической и республиканской. И это решение основано на его личных представлениях и отсутствии личных симпатий к иранским лидерам. Личные взаимоотношения с мировыми лидерами леет мотив Трампа во внешней политике. Неприязнь к Ким Чен Ыну, обмен с ним колкими высказываниями обострили угрозу конфликта с Северной Кореей до исторического максимума. Северная Корея является хорошим примером. Ему не нравится Ким Чен Ын. Он публикает посты в Твиттере. Они демонстрируют взаимные неприятия, что даже привело к заявлениям о войне с Северной Кореей. Я не думаю, что это связано как-то со стратегическими замыслами. Это все основано на личных взаимоотношениях, которые отсутствуют. Несмотря на угрозы и санкции, Пхеньянь в конце ноября провел испытания ракеты, способной долететь до США. Трамп пытается найти поддержку у Китая и взамен готов даже закрыть глаза на огромный торговый дисбаланс, с которым он обещал нещадно бороться. У нас будут очень-очень хорошие отношения. Не могу дождаться, когда это произойдет. Я думаю, что когда президент Трамп пришел к власти, он понял, что Китай, обладающий американскими облигациями на триллион долларов с торговым оборотом в полтриллиона долларов в год, играет большую роль в экономике США. В северокорейской проблеме было посвящено целое турне Трампа по Азии. Этот вопрос мог бы стать одной из точек соприкосновения и США, и России, но Кремль не спешит давить на Ким Чен Ына. Зато во время своего второго турне в Европу Трамп смог договориться с Путиным о прекращении огня в Сирии. Хоть там интересы стран также не совпадают. Трамп еще до инаугурации заявлял о стремлении подружиться с Россией. Но в этом году как-то не срослось, несмотря на личные встречи, телефонные разговоры и взаимные комплименты. В течение года дипломаты двух стран не раз заявляли, что взаимоотношения между странами еще хуже, чем во времена Холодной войны. Я думаю, будет сложно работать над улучшением американо-российских отношений из-за существующих разногласий по многим вопросам и ограниченных возможностей для маневра Трампа из-за внутреннего продолжающегося политического скандала и ситуации, которую создал Конгресс с санкционной политикой. Принятая в конце года стратегия национальной безопасности США и вовсе причислила Россию, как и Китай, к ревизионистским государствам, интересы которых противоречат американским интересам и ценностям. Но здесь Трамп не видит преграды для улучшения отношений. Мы будем пытаться наладить партнерство с этими и другими странами, но таким образом, чтобы всегда защищать наши национальные интересы. Например, вчера мне позвонил президент России Путин и поблагодарил ЦРУ за информацию о крупном террористическом акте, который планировался в Санкт-Петербурге. Личные взаимоотношения определяют и политику Трампа на Ближнем Востоке. Его зять Джаред Кушнер пока пробует вести переговоры с арабскими лидерами, а сам Трамп числится в лучших друзьях премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Президент США объявил даже о переносе посольства в Иерусалим и признании города израильской столицей. Что, по мнению мировых лидеров, только обостряет накаленную обстановку в регионе. Еще один момент — увеличение контингента в Афганистане. В отношении Афганистана Трамп поддерживает риторику, что Америка должна победить в войне. Во время своей кампании он выражал мнение против смены режима и против перестройки нации. Он сфокусировался на регионе и увеличил количество войск. Сейчас остается неизвестным, чего эти войска могли там достичь. Эксперты по-разному оценивают внешнюю политику Трампа. Но сходятся во мнении, что несмотря на провокационную риторику американского президента, по большинству направлений эта администрация придерживается принципов, разработанных в предыдущие годы. Андрей Деркач, Санжар Хамидов. Настоящее время. Америка. Санжар Хамидов. Настоящее время.